Доброе утро, друзья! Что дела? Что у вас нового? У нас офигенно новое! У нас вчера обворовали наш магазин Стиль Вкуса. Да, мы тоже в шоке. Вчера вечером сидим, готовимся к конкурсу, который сегодня уже проводили. Мы разыгрывали несколько наборов Кайли-помады от нашего магазина всем подписчикам. Короче, и тут звонит расстроенный продавец, говорит так и так, увели денежку из магазина, какие-то аферисты-мошенники, причем мошенническая схема была достаточно старая, известная всем. Собственно, ничего в ней удивительного и такого суперэффективного не было. Она связана с отвлечением внимания продавца. Самое банальное, что такое может быть. Вот. Как нам рассказал продавец, пришли парень с девушкой, пришли, начали осматривать все вокруг, увидели кувшинку, такая маленькая у нас продается, стоимостью там 25 гривен. Сказали, хотим ее покупить. Ну окей, хотите, так хотите. Они дают 500 гривен продавцу, продавец берет эти деньги, идет в кассу. Ну там у нас лежал не сейф касса. Бокс. Бокс, да. Чтобы отсчитать сдачу ребятам. Понятно, что она уже спалила, где находится сейф. То есть, ребята, естественно, это все с зорким глазом отметили. И как ни в чем не бывало, начали дальше допытывать продавца, покажите нам это, покажите нам то. Причем увели ее в другой конец магазина. Сейчас мы придем в магазин, мы вам покажем. Попытаемся воспроизвести все то, как это было, всю ситуацию. Вот. И начинают продавца забрасывать вопросы. Покажите нам бокалы, покажите нам еще что-то. И покуда продавец отвлекается на девушку, ей все показывают, в это время парень очень незаметно для продавца этот сейф и унес, и забрал. В итоге потом ребята сказали, ой, у нас типа доллары, и нужно эти доллары поменять, подождите, мы сейчас вернемся и купим эти бокалы. Понятное дело, что никто потом уже не вернулся. отмазка про доллары, если честно, ну, так себе, хотя вполне сработало. Вечером тем более, ну, они могли найти там где-то обменник в том, что переходит еще где-то в гостинице пойти поменять. Но не факт. То есть, ну, даже, ну, продавец даже не обратил на это внимание. Ну, окей, типа, идите меняйте. Только потом она начала уже сопоставлять, анализировать и поняла, что ее кинули просто. Мошенники, аферисты не дремлют, к сожалению, в наших нынешних непростых условиях в Украине. Поэтому, ну, будьте бдительными на самом деле. Постарайтесь обезопасить себя от всевозможных вот таких вот происходящих вещей. Устанавливайте видеонаблюдение в магазинах. Старайтесь не хранить деньги в одном месте. Распределяйте. То есть, если у вас набралась большая сумма денег, старайтесь разложить их в несколько мест и желательно еще и на ключ закрыть. Что еще? Пусть ваши продавцы будут более внимательными. ко всем таким ситуациям. Можете установить кассовый аппарат, но хотя, если у вас маленький магазинчик, кассовый аппарат самый большой, и это может не совсем быть приемлемо с точки зрения размещения его на площади в вашем магазине или на столе. Он займет пол стола и продавцу будет некомфортно тоже работать, сидеть за столом. просто как раз понимаете в чем фишка. В преддверии праздников, таких как 14 февраля, 8 марта, Новый год, мошенники прекрасно знают, что у магазинов может быть много налички в кассах. И поэтому они этим пользуются, приходят и начинают сначала приходят на разведку, а потом уже целенаправленно идут грабить, воровать. но сейчас мы еще пообщаемся с нашим продавцом, расспросим что и как было, она, я думаю, и сама, если захочет, вам расскажет, что и как получилось. Охрана, кстати, в магазине вообще продавец выбежал, она хотела кого-то позвать, этот торговый центр навигатор, если что. Охраны вообще не было поблизости, вообще, то есть, я не знаю, где они лазили. Кстати, это не первый раз мы с этим сталкиваемся, что охрана тут бездействует, они в качестве мебели сидят. Собственно, вот здесь все и произошло в нашем магазине Стиль Вкуса. Сейчас мы уточним у продавца как все было, пытаемся создать событие. пара среднего возраста, мужчина женщина приметы сразу приметы мужчина такого вот роста то есть уже выше метр восемьдесят это точно в кепке в короткой куртке с дорогими часами оба они были с обручальными кольцами то есть вроде как семейная пара а мужчина славянской внешности в любом случае наша не цыганская ничего такого женщина тоже наша кориглазая темная что еще запомнила у нее были какие-то линзы явно видно что на ней были линзы потому что накладные ресницы дорогая сумка норковая шуба ничего такого главное наверное это кепка на случай камеры если даже есть камеры то кепка прикрывает лицо у женщины лицо было открытое купили они самое дешевое что у нас было это кувшинки которые в принципе не сезон они сразу как это все было они пришли сразу увидели кувшинки у меня стояла большая очередь они зашли в конец очереди просто стояли ждали свою очередь в руках с этой кувшинкой когда все уже ушли они были последними и по стоимости 32 гривны она была заплатили 500 гривен тем самым разведав где касса пока достаем сдачу а потом просто очень очень долго и нудно рассматривали все и в итоге перед выходом решили спросить бокалы с ними бокалы находятся в витрине чтобы вы понимали чтобы ее открыть это нужно идти за ключом вот и открывать сейчас нам Танюша расскажет важный момент что ключ от этой витрины хранится рядом сейфом то есть на момент когда я пошла за ключом чтобы открыть витрину сейф все еще был на месте то есть это случилось как раз в тот промежуток маленький времени пока я походу стояла спиной и открывала просто витрину потому что когда я уже открыла я начала показывать им бокалы они оба стояли рядом и рассматривали товар то есть как раз промежуток времени покуда продавец шла к витрине открывал ее а можешь сходить взять ключик такой маленький эксперимент будет допустим я вот парень продавец идет открывать витрину куда она идет то есть у меня есть доступ момент пока я открываю плюс еще звук такой громкий открытие и уже к этому моменту я поворачиваюсь может окей да я тоже иду смотреть коровка достала еще перед тем как повернуть но это идёт вот ты так быстро не смог это реально нужно иметь нервы и сноровку то есть это было скорее всего профессионалы потому что ну мне слабо честно говоря вот так вот представляется если дилетант непрофессионал такой сможет сделать шумный звук да шумный звук и закрытие и плюс сейф там куда-то его нужно было в сумку или я думаю скорее всего в этот момент девушка просто со мной разговаривала чтобы если какие-то минимальные шумы были ну еще помимо открывания витрины скорее всего она просто разговаривала чтобы я слегалась к ней то есть ну вот такая неприятная ситуация у нас произошла к сожалению ну что такое бывает и опять же никто от этого не застрахован даже если кстати была камера он был в кепке и очень сложно было по его приметам потом вычислить плохо что охраны тут конечно не было мне оказалось когда я вышла с магазина это потому что большой фейл уже не первый раз и к сожалению мы наблюдаем неоднократное повторение ситуации нужно будет пойдем с администрацией поговорим потому что это не дело полицию мы не вызывали потому что ну прошло некоторое время да когда они уже ушли то есть они могли уехать уже тем более если они хорошо одеты я уверен что они там на машине они просто уехали и все более того ну камер у нас нет доказать факт мошенничества что это было именно они даже несмотря на то что наш продавец их запомнил хорошо очень сложно и проблематично они бы пошли в отказ сказали бы нет вы что мы первый раз вообще у вас видели ну слово против их слова и камеры нет подтверждений нет охраны нет то есть ну очень сложно в общем будьте бдительными особенно накануне и во время праздников следите за своей выручкой будьте внимательны и все у вас будет замечательно и повторяйте чужих ошибок с вами был Александр Шкулев увидимся